Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе. Кнопка и ссылка под видео. В марте, на вторую неделю вторжения в Украину, российское правительство обновило официальный перечень недружественных стран, в отношении которых Москва планирует применять меры противодействия. В него вошли 48 государств по всему миру, от Украины в Новую Селандию, то есть четверть членов ООН, пишет Европравда. А вот Молдова в черном списке не оказалась. Причина в том, что Кишинев сразу с первых дней российского вторжения объявил, что не будет выводить против России экономические санкции. Причина в том, что в Молдове и самой не сладко, а публичный конфликт с Москвой может создать соцнапряженность вплоть до смены власти. Молдавское руководство согласовало это решение с западными партнерами, и там этот шаг одобрили, и заверили, что не сочтут такую политику штрейхбрехерством. А вот с Украиной Кишинев ничего не согласовал. Более того, в правительстве ответили твердым «нет», но запрос, который для Киева был особенно важен. В Киеве откровенно возмутились из-за позиций молдавских партнеров, поэтому эта история еще будет иметь влияние на отношения наших государств. Хотя следует признать, что Молдова не стала пророссийской, даже наоборот. Она продолжает вредить Москве, просто делает это партизанским способом. Так что, когда кто-то говорит о нехватке реакции Молдовы на агрессию РФ, то в Кишиневе в ответ напоминают об этой помощи, а также о хорошем отношении местного населения к вынужденным гостям из Украины. А еще подчеркивают, что Молдова голосует вместе с Украиной на международных площадках, вроде ООН, и это тоже правда. Впрочем, это не убирает проблему, что никаких экономических санкций против России, введенных европейскими государствами после вторжения Молдовы официально не продублировало. Здесь интересные детали. Во-первых, несколько источников заверили, что этот игнор санкционного давления был действительно согласован между Кишиневом и Западом, а во-вторых, части этих санкций Кишинев поддерживается вынужденно, даже не одобрив их, сугубо из-за своего географического расположения. Это отдельная тема, к которой мы вернемся далее. Но есть то, что Кишинев мог бы реально помочь Украине, но не стал этого делать. Слышали ли вы когда-нибудь о боевой авиации Молдовы? А она есть. После распада СССР на балансе молдовской армии было более 30 истребителей МиГ-29. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но этого никто не знает наверняка. Самолеты давно не поднимались в воздух. Вероятно, всего еще с прошлого столетия. Однако Молдова не дает нам их, чтобы не тревожить Путина. Маленькому государству они реально не нужны. К тому же, не хватило технического и летного состава для их обслуживания. Почти все самолеты страна продала в первые годы независимости. Интересно, что большую часть выставленных на продажу МиГов купили США, которым те были совершенно не нужны. Что-то решились на эти расходы, когда узнали, что о покупке самолетов задумывается Иран. А вот Украине они жизненно необходимы в этой войне. Авиаремонтные заводы могли проверить их функциональность и запустить в бой. А если это невозможно, использовать их как банк запчастей. Поэтому, по данным ЕН, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать эти самолеты и получило категоричный отказ с объяснением «мы не хотим раздражать Россию». Осторожность правительства Молдовы для Киева оказалась вообще неубедительной. Закрытие авиапространства для рейсов в РФ соблюдается в ручном режиме. Молдова остается одним из очень немногих государств, полностью находящихся на европейском континенте и не закрывших свое небо для рейсов из РФ. Однако с 23 февраля из аэропорта Кишинева не был совершен ни один прямой рейс в Россию, даже эвакуационный. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите комментарии.